Чтобы учиться на отлично, расти здоровым и сильным, нужно немало энергии. Понимая это, в сфере образования уделяют особое внимание питанию ребят в детских садах и школах. Насколько качественно организован этот процесс в образовательных учреждениях Щелковского района, проверили представители районного совета депутатов. Мы знаем, что не так давно было достаточно большое отравление в Люберцах. Кроме этого, общественная палата проводила круглый стол по питанию. И вообще это у нас стоит в плане работы контрольной функции совета депутатов. Мы посмотрели сегодня, как осуществляется организованное питание в образовательных учреждениях общего образования, то есть в школах, в детских садах. В данный момент депутаты проверяют качество организации питания. В шестой школе местная столовая вмещает порядка 120 ребят. Вот так выглядит обеденное меню школьников в возрасте от 7 до 11 лет. Режим, сбалансированность меню, санитарные нормы и многие другие факторы. Необходимо учитывать при подаче горячего питания в школах. Депутаты отметили, что к регулярным проверкам надо также привлекать активную общественность, в частности родителей. Ко мне обращались в сетях граждане по питанию, организации питания в школе номер 6, в городе Щелково. Поэтому мы специально пришли в эту школу посмотреть. Наличие каких-то сторонних предметов, пищи, на то, что было невкусно, вот на это вылежало. Ну, у нас такие факты были, но это было связано с предыдущей работой здесь завпроизводства. То есть компания та же была, просто была другая бригада, да? Поменялись сотрудники, да. Именно в связи с тем, что здесь были жалобы у нас. Во многих школах взаимодействие с родителями налажено. Они проверяют работу школьной столовой регулярно в составе специальной комиссии. У вас родительская общественность участвует в общественном контроле? Обязательно. Родительская общественность раз в месяц по плану. И если вдруг у меня какая-то тревожность появилась, а она бывает, потому что я тоже проверяю коды, вот эти Е-220 и так далее, мы сверяем. Нам понравилось, как организовано питание в гимназии, в школе номер 4, в школе номер 16. Здесь скорее у нас меньше было вопросов. Многое зависит от руководителя учреждения. Прежде всего, потому что, в принципе, вот были мы сейчас в трех учреждениях, организация питания занимается одной и то же учреждение, то концепт и есть различия, конечно. Также депутаты отметили, что необходимо больше внимания уделять ассортименту продукции в школьном буфете, в то время как в одних учреждениях образования в буфетном меню можно обнаружить свежую выпечку, в других – максимум шоколадки и сок. Надо обратить внимание на буфетный ассортимент, буфетная продукция, поскольку совершенно отсутствовала выпечка в ассортименте буфетной продукции. Это, конечно, вопрос, наверное, улучшения ассортимента, то есть давать выбор нашим учащимся, нашим детям, чтобы у них был выбор ассортимента, блюд питания. Положительно депутаты отметили работу системы «Школьная карта». Родители напрямую оплачивают на этот номер. Деньги напрямую поступают и оператору питания, и фиксируется у нас на сайте, то есть отображается на сайте и в терминале. То есть ребенок, когда приходит в школу, прикладывает карточку, высвечивается его фамилия, имя, отчество, восьмизначный номер, и ему отпускается продукция. Нам понравилось применение безналичного расчета. Это школьная карта, по которой сейчас осуществляется оплата во всех учреждениях общего образования за питание. Движение есть, оно является положительным, потому что мы в этих школах были и ранее, и в семнадцатом году, и в шестнадцатом. Я вижу, что положительные движения. Всего депутата посетили четыре школы и два детских садика. В учреждениях дошкольного образования никаких замечаний по организации питания сделано не было. Александра Гранич, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково»